В Красноглинском районе Самары находится 8 пунктов временного размещения для людей на случае чрезвычайных ситуаций. Часть из них предназначены для помощи пострадавшим во время весеннего половодия. Как правило, площадки организовывают на участках, не подверженных подтоплению. В начале сезона, когда талая вода поднимает уровень реки и озер, в зоне повышенного внимания жилые массивы. У нас особо опасные участки. Это у нас в районе 41-й километра поселка Красная Глинка. Это Пискалинский взвоз, село Задельное частично. Что еще? Поселок Волжский. У нас имеются коттеджные поселки, где тоже частично возможно подтопление. Один из пунктов временного размещения находится в школе-интернате номер один поселка Южный. Он способен принять около 200 человек, взрослых и детей. Здесь для пострадавших организована квалифицированная медицинская помощь, спальные места, трехразовое питание. В начале весеннего сезона сотрудники администрации Красноглинского района проверяют готовность ПВР, а также проводят инструктаж среди персонала. Напоминают о правилах размещения и многом другом. Документации посмотрели и расположение вообще пунктов, групп наших, как правильно расположить в нашем учреждении. Я считаю, что это и нужно делать, потому что ситуаций много в жизни бывает, тем более таких сложных ситуаций. И надо, чтобы мы были готовы к этому. Ранее весна и высокие для марта температуры привели к половодью по всей России. В Поволжье и на Урале снег тает очень быстро, из-за чего реки выходят из берегов. В Самарской области в результате обильного таяния снега подтоплены 46 приусадебных участков, три низководных моста и один участок автодороги. Главное управление МЧС России по региону ежедневно мониторит паводковую обстановку. В Оренбургской области в двух районах вода поднялась уже до 6 метров. Шесть человек там были эвакуированы из трех домов. А в Волгоградской области в селе Сидора из подтопленных домов эвакуировано уже более полутора десятков человек. Из берегов вышла река Тишанка. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События.